Я без души ничего не делаю, это всё моя душа, да, как вижу, как чувствую. По профессии я декоратор, художник, мастер нанесения штукатурок. Она тут сидит и классно смотрится. Взял и завуалировал эту тречинку в камень. И чем дальше, тем больше иду, иду на огромный результат. Добрый день, с вами компания Печный Мир, я Бахаев Максим. Сегодня мы продолжаем обзор работ в ангарских футорах. И сейчас мы поговорим со скульптором, правильно? Правильно, не только скульптором. Да, не только скульптором, это Анна Вершинина, она занимается... Я занимаюсь сейчас, в данное время, занимаюсь здесь в футорах скульптурными композициями на печах, также на улицах уже начала делать. По профессии я декоратор, художник, мастер нанесения штукатурок. То есть более 10 лет то, что я училась декораторству, в частности у Марата Ка, начинала с этого, я вот применяю сейчас на печах всю свою технику. В данном случае, вот, это моя первая работа по барельефу на печах. Две птицы. Сначала я делала модельную конструкцию печки и из пластилина лепила, как это будет все выглядеть, показывала заказчику. Вот, а потом отрабатывала вот этот материал плитонит, который я вообще не знала, как он работает. Пробовала его, налажила на теплую печку. И даже вот материал сам по себе, он такие объемные элементы, хорошие, без каркаса держит. То есть там первый слой каркас, сетка есть, а вот здесь каркаса никого нет. То есть достаточно глубокого проникновения, пропитка, и все шикарно стоит. Как пришли в профессию, то есть обучались? Нет, просто мне стало скучно сидеть за компьютером в программах. Я компьютер не сильно люблю, потому что это, ну, скучно это. И я наткнулась на работы мастера Кима. И мне понравился там цветок объемный. Я вот решила его сделать сначала цветок. Сначала со стен начала. Штукатурные работы, да, объемные работы на стенах. А потом я к своей заказчице приехала и встретила дам печеников, которые мне предложили оформить вот здесь вот эту печку. Сначала был рисунок, хотели нарисовать что-то какие-то. Ну, я думаю, давайте сложнее сделаем. Я люблю в страх идти. Никогда не делала. То есть здесь объем полностью передал. Да, никогда не делала. Да, я думаю, не рисунок сделай, а объем. Почему бы нет? Почему бы не продолжить барельеф только на печах? Ну, опять же, если вы работали раньше за компьютером, получается, творческая жилка-то была где-то внутри. Ну, конечно, была. То есть я и в Корлы, и в Photoshop, и когда даже дома проектировала. То есть у вас проектирование было закончено? Да, больше инженерная, конструктивная работа. Она мне, конечно, доставляла хоть удовольствие, но недолго. И там творчества мало, такого художества. Анна здесь делала декорирование кирпича. Да, был кирпич царский. Царский кирпич это. Но он в первоначальном виде был где-то белый, где-то черный, где-то плесень была. То есть такой неоднородный, да. И швы вот здесь изначально были серенькие, сейчас они темные. Я ее привела в единый стиль вместе с трубой. Труба вообще из другого кирпича. То есть это не царский, а какой-то новенький такой витебский кирпич. Путем техник пропитки, пользовалась пропиткой капители по дереву, несколько раз пропитывала, причем несколько цветов тут наводила в несколько тонов. Потом, когда она высохла, края вот обшаркивала, доводила до такого декоративно-старинного типа печи, чтобы она была цельная. Укрепила вот эти швы, чтобы они не сыпались. И соединила по стилю верхнюю часть печки с нижней, чтобы она тут смотрелась как арт-объект. Ну вот это получилось. То есть она на ощупь очень хорошая, сейчас приятно ее гладить. Она такая пропитана, она уже стоит более 3-4 лет, да. И как бы вот эта звездочка, она даже сыпалась, сыпалась. Я ее где-то подшкуривала, убирала, пропитывала. У нее сейчас ничего не сыпется, и уход у нее тряпочкой протер, все нормально. Я первый слой сделала, второй слой сделала. Он сыпется. Где флитонит? Кошмар нет. Флитонит? Он кошмарно сыпется. Думаю, я ничего не смогу сделать. А потом, когда пропиткой прошлась, прихожу на следующий день, он не сыпется, а он каменный. Еще раз пропитала. Потом смотрю, он каменеет, каменеет, это краба. Что я поняла этот материал. Потом, оказывается, еще и лепить можно. Он немного отличается от нефлота, от родмонда, он посложнее. Каждый материал понимаешь, и потом уже все. Потом, значит, я шкурками основной этот объем набрала, и где-то прорезала резцами, а где-то шкуркой добивалась объема. И еще раз налажила, потом здесь прорезала резцами. То есть здесь у меня шкурка, резцы, какие инструменты, все руки делают. Руки до творчества. И видите, главное, она как лежит эта птица. По объему печки она на углу специально. Классно, да, выпуклая. И вот это на углу. Кормись тоже вы красили? А, да. Кстати, когда делаешь, вот мне дали, печеньки дали вот эту печку, она была уже покрашена вот этой краской. Ну, мне пришлось ее сошкуривать. Почему? Потому что мне надо чистую поверхность ее прогрунтовать, пропитать, делать сетку, и мне краска просто мешала. Мне пришлось очень сильно, ну, снимать слой, снимать слой обязательно. А цвет я добивалась не красками. Я пользуюсь, мне очень нравятся пропитки. Пропитки по дереву. Они также идут по штукатурке. То есть температура. И по кирпичу идут. Очень шикарно, они смотрятся, их добиваешься и цвета, и тона. То есть здесь вообще одна, по-моему, пропитка, я мне там колер добавляла. А вот это уже вот, чтобы соединилась с печкой, чтобы я вот здесь по верхам добавляла, да, чуть-чуть. Сколько времени потребовалось? Так, ну, это первая работа была, да, у меня. Сколько я месяца точно ее делала? Месяц? Да, месяц я точно делала. Обе птицы. Да, обе птицы. Еще не сутемнило. То есть тут немножко дизайн такой цвет все равно присутствует. Где-то вот рыжего добавляла. То есть где-то вот, я не могу это объяснить, это уже давно было, но где-то зачерняла, где-то рыжая, где-то убирала. А задача, задача стояла от клиента сделать или на видении художника? На видении художника. Благодаря заказчику он дает полную свободу. Мне это очень нравится, когда ты воплощаешь свои идеи, как ты видишь, вот как дизайн интерьера, да, наверное, как декоратор. Ты взял, увидел, как она должна здесь сидеть, как тебе хочется. И она тут сидит и классно смотрится. То есть спасибо заказчику за свободу действий. Это еще один объект, Анна на улице делала, да, Анна? Расскажите, тоже вкратце, о технологии. Ну, здесь технология повышенного уровня. То, что улица. Да, внутри идет пеноплекс, собранный на пене. То есть, чтобы она не сильно тяжелая была, не массивная, слишком из бетона, чтобы не делать утяжеленную. Основная болванка это из пеноплекса. Резалась, клеилась. Далее идет сетка, которая очень такая квадратная, я не знаю, но она хорошо гнется и держит форму. Потом я сетку делала, везде полностью форма, сетка на пеноплекс. Далее на сетку бетон-контакт, чтобы соприкосновение было. Бетона, сетки и много очень слоев. Начиная там от самого жидкого сметанного и заканчивая такими фактурами под камень. Да, брутально так смотрится достаточно мощно. Да, и здесь очень много функций он объединил. Здесь был столб разваленный, да, кирпич очень старый. Опять кирпич. И он очень плохого качества был на фотографии, потом пришлю. И вот этот столб был, он тоже железный. Здесь я обыграла и столб, и сделала входную часть, получается, очень шикарную. Вот этот пик над ним, над головой, я его доделала, хотя он не планировался. То есть очень много функций вот эта фигура с собой несет. Разница стены и печей важна, потому что здесь технологически ты на теплую печку ложишь. И вот равномерность высыхания и остывания печки, ну да, важна. Вот это сложность только. В принципе, а так никакой разницы нет. А вот, да, на стене, в принципе, и сеткой не пользовалась? На стене сеткой не обязательно. Не обязательно. А здесь обязательно для чего? Что когда она топится, печка, и если где-то там она расширяется, сетка ее держит, и рисунок никуда не уйдет. И что хорошо, ты этой сеткой можешь какие-то реставрации даже делать в печке, да? Если там какой-то там скол или там щель появилась, или маленькая трещина, наложил сетку и сделал какой-то рисунок, да, нанес. И такой косячок печки ты раз задекорировал. Также трещину можно обработать, вписать ее, допустим, в скальник. Если ты захотел барельеф не в виде птицы сделать, а в виде скальника или камня. Взял и завуалировал эту трещинку в камне. Вот в камне где-то она пошла, цветом поддержал, все. Еще даже расширил ее. Расширил, увеличил ее, да, все. То есть мастерство, декораторство, оно любую только из ям печки превратит в ее плюс. Задумка этой печки, сама идея возникла из этого мистического места. Тут старославянский стиль, боги славянские везде. И я решила сделать дерево и дух всего этого места. Сова смотрит вниз на этого духа. Это дух леса? Да, это дух леса. Ну, вообще, это дух, может, всего, не только леса, а как бы этого места. Он охраняет вот это место здесь именно и спит. В любое время он может проснуться. Время, два месяца я делала его. За дня в день. Сидела, вот, нарисовала. Очень, очень не получался цвет. Борода, там, не знала, какой сделать шлем. Вот он сейчас серебряный, там, состаренный. Я доводила цветом очень долго. Очень сложно, потому что, чтобы его собрать в кучу, с первого, конечно, получилось, это вот это самое интересное. Это серебряные его доспехи. А чтобы в кучу собрать, чтобы он весь нормально целиком смотрелся, у меня то одно темное, то другое светлое, то еще что-то. Гармонично получилось. Да, чтобы он гармоничный был, это сложновато доести. Ну, получилось. Чувствуется душа, ты скажем, может, частичка. Конечно, обязательно. Я без души ничего не делаю, это все моя душа, да. Как вижу, как чувствую. Перед всем этим я обтягивала печку в течение месяца сеткой на шурупы. У меня были, конечно, помощники, это мой сын. Также принимал здесь участие полностью месяц где-то я затратила на это все. Здесь достаточно высокая вот эта вот шевелюра получилась. Высота от печки до вот этого гладица двера 20-25. И там самое интересное остался воздух. Вот здесь вот применена техника какого-то такого состаривания, да. Вот здесь сверху еще идет такая состаренность, как будто бы здесь это или плесень, или что вот в старых таких. Это путем известки и водички уже на пропитку, вот это делаешь, протираешь это все. Получаются вот такие красоты. Красоты, да. Еще глазик планировался из дорогого камня. Но так я дорогой камень не купила, не оставила. Так вот у меня стоит. Выткнутый. Даже непонятно, что его нет. Ну все вот держится в течение, это уже, наверное, трех-четырех лет это держится. Здесь каркас очень крупный. И тоже внутри воздух. Как бы теплый воздух. Почему я на углу сделала? Потому что здесь угол печки, он не такой горячий. Основная вот здесь вот температура и вот здесь вот. Поэтому здесь он не треснет, да, ничего с ним не будет. Задекорированный, ну вот сейчас посмотрели, ни одной трещины. Ни одной трещины. Ну, единственное, землетрясения здесь часто бывают. Ну, ничего не произошло, кроме как вот здесь, видимо, вот при землетрясении она туда-сюда ходила. И вот здесь вот чуть-чуть совсем. Ну, в основном вообще ничего не произошло, ничего нигде не отвалилось. То есть каркас, который я сама здесь сделала, крутила везде каркасы, там внутри пена. Вот там пена. И то, что это печка, ничего страшного нет, там что-то пена. Она вся закрыта, не загорится, это все не огнеопасно. Все это в каркасе. Материал вообще сам, плитонит, это тот же самый материал плитонит, где я везде делала, и птичек. Он вообще не предназначен для таких больших объемов. Но у меня каждый объект усложняется. И здесь я усложнила еще больше. Сделала с большими, крупными каркасами, большие, высокие формы. И никогда не смотрите на мешок, что там написано 4 или 2 миллиметра. Вот вам, пожалуйста. Все 25-30 миллиметров, любой объем, любые формы. И все стоит прекрасно. А, я еще эскизы сама ищу. И они не простые должны быть. Я вот, допустим, очень долго искала его. Именно в рисунке графичным он должен быть обязательно. Ну, чтобы понимать форму и вот эту линию. А графичность через программу какую-то смотришь? Нет, графичность рисунка должна быть. Мне очень важно. Графичность. С четкими линиями. Да, с четкими линиями и положение вот это интересное. Ты все долгое вообще искала. Вот птицы не так впечатляют, как корнишки. Ладно, короче. Мне очень нравится. Два часа с Александром Валентиновичем снимали. Снимали, не выговорился. Пришел. Хотелось бы дополнить. Да, то есть автор этой печи Максим Герасимов. Он меня пригласил сюда как профессионального художника-декоратора в помощь оформления этой печки. Это путем проб, проб, ошибок, путем такого мастерства человека, который добивается, я считаю себя мастером, потому что я добиваюсь, чем... Результат. Да, результат. И чем дальше, тем больше иду, иду на огромный результат. У меня вот теперь скульптура там трехметровая уже из цементно-детона, то есть еще сложнее, да, чем это? Была тоже своя, то есть тоже это, скажем... Да, я сама, сама, сама придумала эту идею, да. Там как раз богиня Сливки Мара вот здесь вот за углом. Вот если ты смотришь, как он у нас, косой щитик. Ну, ее забраковали, ее забраковали. Богиня Сливки Мара. Которая мне не нравится, которая не очень получилась. Я не стала рисковать, просто я ему сказала, говорю, давайте что-то отдельное сделаем, отдельную какую-то форму, платформу. Ну, так это все зависло, и пока вот это загородили... Да, закрыли. Да, закрыли, и так все это осталось на прежнем месте. Мы топили печку постоянно. Согрели? Да, она где-то три дня держит тепло, и три дня она тепленькая стоит, чтобы она обязательно тепленькая была. Вот, и слой же должен просушиваться. Ну, сушиться, я как понимаю, чтобы печь была разогрета на расширении, чтобы потом, если на холодную, все, чтобы не порвало. Да, 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 все правильно, все правильно. И самое главное, у меня начиналось вот это лицо, наверное, вот с такого объема. Я потом набирала, набирала, набирала очень долго сетками, сетками. Это вот, я не знаю, за сколько приемов, чтобы вот такой вот слой получить. Это, я не знаю, приемов, я уже не помню, приемов 10 налаживаний налаживает этой штукатурки. Не повторитесь, я думаю, в следующий раз, если захочешь такое. А я и не буду повторять, я всегда новое делаю. Мне скучно будет что-то одно и то же повторять. И вот здесь тоже, кстати, пропитка по дереву, то же самое. Ну, а здесь применяется еще и обыкновенная текуриловская краска, я применял. А в основном пропитка та же самая. Чем она хороша? Она закрепляет опять штукатурку, у нее в основе там какой-то воск есть, то есть она не просто пропитывает, да, она пропитывает и укрепляет, то есть не шероховатая, не сыпется. А потом сверху еще красочкой матают этими поверхами. Выявляем такую фактуру. Анна, ну, не знаю, как это оценить, это, наверное, без... Если нужны будут, обращайтесь и какие-то интересные проекты Анна с удовольствием, думаю, выполнит и сделает это с душой и качеством. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А ты знаешь! Там ещё можно пробовать. Давай! Продолжение следует...